Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков от компании Тикмилы с Амия Артур и Зятуля. Индустриальный сектор Китая продолжает тянуть экономику на дно. За первые два месяца прибыль предприятий испытала сильнейшее снижение с 2011 года. Показали данные вышедшие в среду. Замедление внутреннего и внешнего спроса подпитывает разрастание структурной проблемы сектора, это переизбыток производственных мощностей, что дополнительно усугубляется трансформацией к модели потребления китайской экономики. Резкое сокращение прибыли индустриального сектора обещает реализацию других отложенных последствий негативных, в частности, рост безработицы, увеличение числа дефлотов на рынке, облигаций и урезание планов по капитальным инвестициям. Это должно привести к падению оптимизма домохозяйств и фирм, что затрудняет воздействие монетарного и фискального стимулирования правительства. Кроме того, целевой уровень рост ТВП на уровне в 6-6,5%, который был заложен на 2019 год правительством, вероятно, останется только в документах, так как спад продолжается, несмотря на меры поддержки правительства. Прибыль предприятий в январе и феврале за эти два месяца сократилась на 14% в годовом выражении, сообщил об этом Бюро национальной статистики в среду. Это значительно превысило умеренно негативный прогноз в минус 1,9%. Хотя оценка формировалась специально за двухмесячный период, чтобы сгладить искажения, связанные с празднованием лунного нового года, попытка мягкой манипуляции данными не смогла скрыть удар по производственной активности. Стоит отметить, что динамика прибыли предприятий действительно отличается сильной сезонностью, сезонностью поверженной цикличности и резко снижается в начале каждого года, поэтому часть снижения действительно нужно списать на искажения, связанные с праздниками. Интерпретация оценки разочаровывает еще больше, если посмотреть на то, на какие секторы пострадали больше всего. Во-первых, дефляция накрыла ключевые индустриальные компоненты, такие как производство автомобилей, переработка нефти, стальную и нефтехимическую промышленность, во-вторых, падение прибыли. Также складывалось из замедления объемов сбыта и накопления нереализованной продукции. Лидерами падения оказалась нефтехерерабатывающая промышленность, плавка цветных металлов и стали, прибыль, которая снизилась на 37 и 37 миллиард юаней соответственно. Средняя маржа производственного сектора в Китае не превышает 5%, в то же время из-за государственной поддержки некоторых секторов. Разброс показателей прибыли довольно высокий, многие фирмы несут убытки. Правительство вероятно продолжит снижать нагрузку НДС, чтобы поддержать прибыльность предприятий. Крупнейший столетейный завод Китая сообщил, что прибыль в первом квартале этого года может упасть по сравнению с прошлым периодом, точнее с периодом прошлого года на 68,6%. Продолжение китайских автомобилей также включили заднюю передачу, упав на 13,8% в феврале. По сравнению с прошлым годом последовательно снижается уже восьмой месяц подряд. Разброс значений по форму собственности в пользу меньшего урона частным предприятиям, это видно из этой статистики, где прибыль частных предприятий упала на 5,8%, в то время как предприятия с государственной поддержкой понесли намного больше потери, прибыль которой сократилась на 24,3%. И это может говорить о некоторой эффективности мер кредитного стимулирования, которые правительство предложило частному сектору. Ранее в этом месяце Пекин объявил о снижении НДС на 3% для производственного сектора, однако если это и позволит удержаться на полу еще некоторое время, то вряд ли сможет переключить предприятия с режима жесткой экономии, которые сейчас будут сокращать наймы, откладывать планы по инвестициям. Стабилизация в производственной сфере, по некоторым оценкам, наступит не раньше, чем во втором полугодии 2019-го. Вера в возрождение производственного сектора Китая также потеряли иностранные инвесторы. в понедельник они ликвидировали позиции по акциям мастерковых компаний Китая на 10,8 миллиардов юаней, что стало крупнейшим спадом с момента открытия доступа через Гонконг к торговле. В 2016 году шанхайское опозитное инвесторинг с понедельника на 2%, и стоит заметить, что исторический выход нерезидентов из акций предшествовал еще большему падению фондового рынка. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.